еще одна история которая хотел бы рассказать тоже меня очень сильно поразило слышал ее от хайма вальдера такой есть писатель здесь религиозный я надеюсь что у него есть источники полностью подтверждающие эту историю история такая он рассказывал так что ему написал письмо учитель из школьный учитель в религиозной школе в петахтикве который рассказывал что однажды где-то примерно лет 30 назад к ним школу пришли двое мальчиков-близнецов которые звали я ир мари они начали учиться были очень хорошими учениками и через какое-то время он узнал историю как вдруг они оказались сразу искать у них в четвертом в третьем четвертом классе они начали учиться в хейдере в этом в этой религиозной школе самого начала он рассказал так что была такая история что в начале 80-х делегация израильских израильской авиационной промышленности работала в штатах и в этой делегации была какая-то семья n папу звали эммануэль маму звали шушана например и они ехали в какую-то метель ехали по дороге серпантину и отец не справился с управлением то есть он подумал что дорога продолжается прямо не заметил была плохая видимость и вместо что повернуть он поехал прямо и слетела машина с обрыва машина слетела с обрыва и пролетела 200 метров вниз задержалась за дерево дерево остановил эту машину машина не взорвалась через какое-то время мать очнулась и я как бы говорю коротко обнаружила что дети без единой царапины трое детей хотя как бы задняя часть багажник весь в этой машины как бы был смят она думала что девочка которая сидела там сзади точно не могла остаться живых она осталась живых муж погиб на месте тоже она обнаружила она вылезла из машины была сама ранена искала мужа и ребенка то что она нашла и долго долго проходила реабилитацию и в конце концов она смогла ли пройти реабилитацию вернулась детьми в израиль и когда приехала в израиль она увидела что ну как бы она для себя она поняла что это было невероятное чудо что произошло на есть дети остались живы и она начала искать ответы на вопросы и дошла как бы с этими вопросами до семинара арахим там где отвечают на вопросы тем людям которые начинают интересоваться это организация которая занимается возвращением к торе среди израильтян и она пришла и начала как бы интересоваться вернулась начала соблюдать тору и вот перевела своих детей в эту школу да вроде бы конец истории на самом деле эта история была очень сильное продолжение как-то мальчик один из мальчиков уриэль он начал изучать гемору и у него очень-очень не шло он приходит пришел как-то домой искал мама 4 класс как бы первый экзамен по гаморе вообще не идет вообще не могу завтра не пойду в школу ответить как бы не смогу ответить я хорошо учился до этого не могу мама решила то сказать не давить на ребенка окей оставлю его дома оставила его дома решил оставить его дома вдруг утром то сказать она встает и видит что он одет на нем рюкзачок он полностью одет он как бы собирается идти в хейдер в школу на горит урель ты же собирался остаться дома она для себя решила что она кого не выдавить на ребенка она на завтра обратиться за помощью посоветуется с кем как быть в такой ситуации может быть на него частного преподавателя будет мама я иду в хейдер как ты же как ты хотел остаться дома наш ночью папа пришел ко мне во сне и обучал меня этой теме в талмуде я все знаю папа да представляешь мама он пришел ко мне он был с пейсами с бородой да он как бы и он сказал что все что выйдет дети мои изучаете я таскать изучаю вместе с вами и поэтому я как бы я слушал урок лучше чем ты я все знаю то что ребят вы объяснял давайте объясню папа мне все объяснил я теперь тоже готов к уроку я подел на экзамен ну она решила его не задерживать он пошел на экзамен а он сказал еще такую фразу как бы что передай маме что она выбрала правильный путь она расплакалась конечно это женщина и он пошел в хейдер в хейдере он написал экзамен так что все удивлялись как даже не только в четвертом классе даже в восьмом классе на это так не пишет преподаватель позвонил этой маме говорит слушайте я вчера занимался с ребенком я знаю что он не был готов к экзамен кто занимался с ним ночью на ноги за эти же тоже я не занималась а кто же занимался спросить ребенка сами и она расплакалась как спасите ребенка спасили ребенку мой отец ками пришел ночью и со мной занимался как бы так не так в общем поняли что действительно по-другому быть не могло и вот такая вот история до что как бы отец пришел к нему и как бы в конце концов эти мальчики выросли старец к мудрецами тора занимается в коле мама как бы вышла замуж с другого человека у нее как бы она стала лектором который тоже занимается возвращением людей который интересно что какой интересный момент мы здесь видим до в этой истории мы как бы часто слышим о том что делать какие-то вещи ли луни шмат на для поднятия души и как бы часто люди говорят что там он занимается для поднять души свои родители поднятие души свои родители здесь мы видим в этой истории сейчас нужно проверить где что хайм вальдер проверил все все детали этой истории в принципе такой человек достаточно него можно опереться но если все верно в этой истории то это просто как бы наглядный пример что то что нам кажется что этот мир он отделен от мира где находятся души и какие-то эти вещи они какие-то очень условные то эта история показывает что если дети изучают тору это это отец как который даже был в жизни человеком который не знал не умел учиться был хорошим и он может быть инженером но не более того все равно заслуги этих детей они заставляют отца двигаться это же написано наших мудрецов что дети они ноги отца что значит ноги отца что человек в том мире он называется человек стоящий ангелы они стоят они все время у них одинаковый духовный люди в этом мире называется люди идущих мир идущих люди в этом мере продвигаются на духов приобретают новые духовные уровни так вот написано что сын он нога отца то есть как бы отец продолжает идти когда сын в этом мире выполняет заповеди изучает тору отец находящийся даже уже в будущем мире да в мире душ он все равно продолжает идти и мы для нас как бы это таком высказание мудрецов и нам кажется что как бы такое что очень условно как-то работает увидим что вот в этой истории еще раз нужно проверить все детали с такой мы видим что это работает просто кэп шута вот так элементарно вот как нашим улице говорят так она работает что есть связь что каждый заповедь которую делают дети она дает заслугу тем кто их привел сюда в этот мир и их родителям даже если эти родители в этом мире уже не находится большое спасибо давайте не забывать о том что эти миры связаны несмотря на то что мы находясь в этом мире эту связь не чувствуем и не видим нужно об этом не забывать спасибо большое